ассаляму алейкум добрый вечер дорогие друзья вы на канале вкусная еда с хадиджей по вашим многочисленным просьбам сегодня с вами будем готовить а чему это высший пилотаж это шедевр грузинской кухни это один из разновидностей хачапури любителям хачапури посвящается много слоев много сыра очень вкусное лакомство итак давайте начнем приготовление я всем желаю удачи на кухне тесто будем замешивать на яйцах и в глубокую миску сейчас вбиваем 7 яиц и желтки и белки вместе и все хорошенечко взболтаем недолго добавляем яичную смесь 100 миллилитров воды комнатной температуры все хорошенечко взбалтываем отдельно в глубокую емкость я насыпала заранее просеянную муку высшего сорта 1 килограмм пшеничную и добавляю постепенно яичную смесь и замешиваю тесто добавляю в тесто 50 миллилитров растительного масла без запаха и замешиваю крутое тесто наше тесто готово вот такое оно видите крутое но мягкое и сейчас домешиваем его на рабочей поверхности накрываем его целлофановым пакетом либо под крышечку и дадим нашему тесту 30 минут отдохнуть в отдельном сотейнике на медленном огне разогреем сливочное масло не нужно кипятить масло у меня 300 грамм подготовим сыр я взяла сыр дагестанский малосольный и соленый и также взяла сулугуни сулугуни у меня 350 грамм и дагестанского сыра у меня один килограмм из них 600 грамм малосольный и 400 грамм соленый брынза все натираем на терочке крупной конечно же в классическом варианте на а чему идет и меретинский сыр у меня к сожалению и меретинского сыра нет и поэтому он схож с дагестанским сыром поэтому я заменила на дагестанский сыр дагестанский сыр натерла вот посмотрите он какой пористый какое легкое я не прижимаю сыр и вам не советую прижимать чтобы он сохранял свою легкость а также сулугуни тоже натерла и сейчас мы все соединяем в большой миске смешиваем хорошенько наша масса готова очень красивая масса просто сырный восторг достаем тесто из целлофанового пакета она стала очень мягкая отдохнула эластичная посмотрите какое оно интересное мы сейчас его скатываем вот так жгут и делим на 7 частей равных итак кусочки теста мы сейчас скатываем шарики помещаем на отдельное блюдо вот я в данном случае форму положила накроем пленочкой чтобы тесто не заветривалась и начинаем раскатывать 7 шариков у меня получилось по 200 грамм и сейчас будем раскатывать пласт как можно тоньше мы его будем варить в кипящей воде и поэтому не должен у нас получиться толстый очень тоненько раскатываем и переходим к следующему этапу подготовили горячую кипящую воду отправляя одну столовую ложечку соли в нее все хорошенько помешиваем будем варить пласты в кипящей воде подсоленной а также подготовила вот такой вот у меня дуршлаг у вас конечно же такого дуршлага я думаю нету ну я вам предлагаю вылавливать шумовкой я вам только покажу как один раз у меня получается с дуршлагом и далее в солидарность с вами буду показывать как вылавливаю шумовкой вот посмотрите вот такими движениями нужно выкладывать пласт все хорошенько помешиваем чтобы не прилипло тесто все и варим на большом огне рядышком у меня стоит емкость холодной водой как только сварится пласт обязательно нужно будет его переложить холодную воду горячую воду сливаем и сейчас сразу опускаем в холодную воду аккуратно все сразу перемешиваем и дадим буквально минутки две холодной воде этому пласту привыкнуть и далее со всеми пластами то же самое проделываем тоненько раскатываем лаваши и варим сначала в горячей воде и потом перекладываем холодную воду если у вас конечно же после двух лавашей у вас вода будет теплая горячая даже поэтому я вам советую воду менять я меняю и сейчас тоже подготовила специальную емкость вот так шумовкой придерживаю рукой чтобы полностью вода стекла далее нам нужно подготовить форму форма у 27 на 35 смазываем ее вот так обильно сливочным маслом и бортики и днище у меня получится очма большая готовлю на праздник такая очма где-то на 8 персон и в бортике видите у меня высота 5 сантиметров если у вас вы рассчитываете на небольшое количество людей тогда сразу ингредиенты уменьшаете вдвое сваренный лаваш вот так выстилаю на дно формы и формирую волны формирую такие морщинки а сейчас сверху поливаем сливочным маслом вот сливочное масло у меня растоплено таким образом чтобы сохранялась сыворотка не кипятите долго вот такое сливочное масло с сывороткой нежно растопленное она даст потрясающий вкус и вот сейчас мы вот так кисточкой разравниваем все промасливаем хорошенечко чтобы везде масло попало чтобы не оставалось нигде у нас просто сваренного теста все отлично все сейчас мы занимаемся следующим пластом где не хватает масла доливаем немножко готовый пласт у вас будет надуваться вот как если бы вы отваривали пельмени они всплывают вот так же вот этот пласт он тоже у вас будет всплывать все не переваривайте самое главное вот вы почувствуете когда он готов все аккуратненько его достаем и перекладываем снова в холодную воду обратите внимание как я ввожу пласт в воду как будто вы получите белье очень удобно чтобы не слипалась и сразу помешиваем аккуратно деликатно если вы видите что воды мало нужно дополнить воду долить ее довести до кипения и потом уже варить конечно же в кипящей воде пласт все остальное вы уже знаете все продолжаем то же самое делать второй пласт выкладываем поверх первого пласта и тоже так же создаем морщинки и снова тоже поливаем сверху сливочным маслом за вторым пластом следует третий пласт также создаем морщинки и уже мы масло не наносим так как сейчас мы будем наносить сыр нашу сырную массу я визуально поделила сыр на две части так как мы два раза будем наносить сыр на третий слой и на пятый вот так хорошо щедро наносим сыр у нас уже практически форма полная ну у нас пирог будет очень высокий очень большой вот так наносим и дальше следующий будем варить сейчас пласт всего напоминаю у нас семь пластов конечно же это блюдо очень калорийное но себя можно порадовать в полгода один раз себя и своих близких таким замечательным шедевром это очень вкусное блюдо хочу обратить ваше внимание когда вы пласт раскатаете если у вас края толстоватый вот так можно вытянуть тесто снова выкладываем сверху пласт создаем морщинки поливаем сливочным маслом сейчас наносим пятый слой и уже поверх пятого слоя наносим сыр оставшийся итак все близится к логическому завершению мы сейчас наносим 6 пласт отварной пласт и седьмой сырой мы оставляем также сейчас создаем волны и все у нас практически все готово на последний пласт обязательно носим последнее сливочное масло то что у нас осталось в миске и накрываем просто как крышечкой накрываем сверху сырым пластом духовочку я уже разогрела до 200 градусов конечно вы можете сыр чередовать каждые два пласта так тоже очень хорошо получается и вот хорошая фраза как сыр в масле купаться наверное это сказано именно про чму потому что здесь на самом деле все купается в сыре и в масле очень сытная и вкусно получается и так сейчас последний пласт раскатываем его уже не варим накрываем а чму и уже отправляем выпекаться и так все готово и мы сейчас нарезаем на квадратики и отправляем в духовку выпекаться 30-40 минут сверху 10 минут когда будет уже в духовке выпекаться смажу сливочным маслом ровно 42 минуты выпекалась наша чма все готово и мы сейчас лопаткой проходимся по швам и уже достаем и будем пробовать как же у нас получилось очень вкусно очень нежно получилось тоненькое тесто сверху очень хрупкое нежное и внутри много много слоев много много сыра просто вкуснятина всем настоятельно рекомендую приготовить и так дорогие друзья если вам понравилось мое видео ставьте лайк поддержите наш канал лайком делитесь моим видео со своими друзьями и близкими пишите в комментариях как получается у вас я вам буду очень признательна за обратную связь если вы впервые на моем канале не забудьте подписаться и нажать на колокольчик справа чтобы не пропускать выход нового видео я желаю вам всего самого наилучшего здоровья и до новых встреч новых публикациях на канале вкусная еда с хадиджей пока пока друзья а